Я работаю на свою мечту Ты просто понимаешь, что оно уже есть, оно уже свершилось, оно уже произошло Вот эта разница между целью, мечтой и желанием Ты просто в этом желании, что это уже произошло, какой смысл нервничать? Ты благодари за то, что это есть Я чувствую желание чувствовать, я чувствую желание, когда у меня это произошло, что я буду чувствовать Слышите, да? То есть я не хочу купить диван, а я чувствую желание чувствовать, наслаждаться этим диваном Что я на нем буду делать, какие чувства я буду чувствовать И начинать славить Бога и благодарить за это, благодарить все, что вокруг создало этот диван И он как-то приходит А когда, то что я говорил, что любая цель приводит к раздражению Это в любом случае так Потому что когда ты идешь за свою целью, ты несешься как Вот несешься, 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 несешься вот в этом направлении Постоянно несешься И ты просто встаешь Там очень больно И в этой боли, в этой боли происходит раздражение И ты разбиваешься полностью Потому что там, когда цель ставишь, что нужно делать? Добиваться, стремиться, бороться, достигать И всем в этом достижении происходит Происходит вся эта боль Это очень интересный момент Придите на вебинар Возьмите записи Мы там будем очень много говорить Вот именно про это, да Что особенно очень интересный момент Когда говорит, поставьте там перед собой 100 целей Это же страшно Но представьте, да сколько травмированных образов ваших выйдет Чтобы дать вам ресурс Если человек не готов их принимать Он не знает алгоритм, как это делать Представляете, как это будет страшно Может ли за жадностью мужа Идти отток денег у жены? Вселенная дает возможность увеличения достатка Но сразу случается инсайд в плане здоровья Или какой-нибудь другой ситуации Вы знаете Мы еще раз говорили, да Что мужчина-оделатель, женщина-умножитель Если мужчина не верит в себя Жадность это страх быть бедным Это такой основной момент Зависть это страх быть богатым И в этой жадности и зависти Вот происходят эти вот катаклизмы В этих катаклизмах Происходит очень много интересных нюансов Посмотрите, что он вам показывает А что пытается, если у вас есть страх быть бедным Он в любом случае будет тормозить все Поэтому посмотрите туда Посмотрите в эту глубину Я думаю, что вы там получите Свои ответы Да, эфир будет сохранен В Ютьюбе Так, еще вопрос был Вот, интересный Гринвей Ирина В данный момент энергии 5% Копадок сил Насколько Почему 5? А почему не 5,5? Или не 6,5? Кто это определил? Начните благодарить Ирина Вот В любой благодарности Если вот в этой благодарности Там не бывает 5%, 10% Она прям раскрывает Она прям дает возможность Идти вперед А что сейчас можно сделать Чтобы разбудить желание? Начните благодарить себя И чтобы разбудить желание По-честному Придите в свой Сухой остаток Это основа И даже вот те, кто смотрит Этот прямой эфир И кто идет на вебинар Подготовьтесь к вебинару Подготовьтесь Либо к записи Подготовьтесь Послушайте Мы будем очень много говорить О сухом остатке В самом начале Что у вас есть Что есть у вас Уже сейчас в сухом остатке Это точка От которой мы отправляемся В путь И в этом отправлении пути В этом отправлении пути Происходит самое главное Мы сохраняем и приумножаем И вот этот сухой остаток Поможет вам разбудить желание То есть сегодня я езжу Например, на автомобиле Toyota Camry А я хочу ездить На Мерседесе Таком-то Ну, к примеру Сегодня я живу В двухкомнатной квартире Но я знаю, что у меня Один ребенок Будет второй Третий Мне нужна Четырехкомнатная квартира А эту квартиру Я хочу оставить Наследству своим детям Да, не нужно Сейчас быстро продавать Эту квартиру Чтобы там Идти в ипотеку И покупать новую И прочее, прочее Нет Осознайте Осознайте Что происходит Вот это именно Сухой остаток Что у меня есть Такое размышление Понимаете момент какой Почему я говорю Что желание Это путь к себе Это же размышления Постоянные А вот это вот так Не надо быстро Поставить галочку Поразмышляйте А почему это так Произошло Как могло быть Как могло быть По-другому Так интересно Так Ребенку 4 года Не говорит И всего боится Я тоже тревожная Что делать Начните Благодарить себя Начните благодарить И тревога Прям Ну вот Спасутся Спасешься сам Спасутся тысячи Сложные отношения С мужем Ну он работает Психотерапевтом Так Было желание Работать Над отношениями Начать заново Но последнее время Нет сил Все разговоры И общение С мужем Обессиливают Потому что Вы работаете Представляете Вы работаете На работе Вы приходите Домой Дома работаете Да начните Уже радоваться Если они вас Обессиливают Ну задайте себе вопрос Сколько вы готовы Это еще делать Я не знаю Ваших ситуаций Не могу сказать Как это Ну поймите То есть Вы хотите от меня Какое-то благословение Получить Но это невозможно Если у вас нет сил Приходите в консультацию Будем смотреть Как можно работать Психотерапевтом Психотерапевты Идут создавать себя Собраться Получить ресурс Для своих желаний А если просто Буду ходить Как на работу Зачем Просто Задайте вопрос Зачем Что ему придумали Ярлык Что он вот такой Ну я не знаю Абьюзер Ну классно Наверное Зачем Это же Ярлык Когда я Лечил свой цирроз Первое Дело Что я стал Перестал быть больным И стал Создоравливающим Вот Удивительная девушка Нина Приезжала Как бы буквально Вот мы встречались Вчера По поводу тренинга В Биробиджане Да Она врач Да И мы говорили Она говорит Вот мои там Пациенты Мои больные Начни их называть Воздоравливающими Мои выздоравливающие И люди начнут Воздоравливать Потому что Как корабль Назовешь Так и поплывет Бытие Определяет сознание Ну правда То есть какое Бытие Ты себе выставляешь Какие цели Ты себе Если в выживании Выставляешь Да Ты получаешь Там свои травмы Если ты выставляешь Желание Ты начинаешь Просто желать Но из бытия Из бытия Любви Радости Одни желания Могут быть А из бытия Беспокойства Другие И Бытие В каком бытие Человек Ходит работать Психолог Бытие Беспокойства Чтобы снять Беспокойство Это еще одна иллюзия Это знаете Как переход Из одной камеры В другую Потому что Если человек Идет работать Психологу Это просто Просто работа Вы на работе Каждый день Сыдаете что-то великое Нет С желаниями Каждый день Как быть С чувством Что я никому Не интересна Никому не нужна А посмотрите О себе Это вы нужны Вот эта задача Как раз Прийти в самого себя Вернуться к себе И понять Что Ты нужен Только сам себе Только сам себе Человек всегда Говорит Только о себе Думает о себе Слышит себя И говорит Только о себе И когда человек Говорит Ты Вот это Четыре ментальных Ловушки Ты Мы Все И нас Ты дурак Допустим Да Когда человек Говорит Ты И вторая Такая детская Поговорка Кто как обзывается Сам так называется Да Это как раз про это Что ты Всегда говоришь Только о себе Ты говоришь Всегда Либо из своей Боли Либо из своей Радости Но всегда Только о себе Потом мы Да Все И нас Мы разводимся Кто разводится Ты разводишься Ну разводись Я не развожусь То есть соединение Тебя с кем-то Тебя соединяет Прихватывает Все Да все говорят Что ты такой-то Кто все Город Край Страна Мир Кто все Ты говоришь Ты о ком говоришь О себе говоришь И нас Нас предали Кого предали Тебя предали Нас-то здесь при чем Тоже так же Прихватки То есть человек Пытается Именно пытается Сбросить в себя Обиду Сбросить в себя Весь негатив Он думая Что это возможно Переложив его На другого Не приняв в себя Это невозможно Вся боль Только в тебе Эдгар Здравствуйте Можно ли Про ювелизацию Если почувствовать Желание И не включится Обратный эффект Это я уже Испытала Радость Мама Эмма Нет Вот Эмма Благодарю вас За вопрос Прям благодарю За этот вопрос Наверное Он на сегодня Будет последний Потому что там Еще будет Пару объявлений Это кредит Богу Как это не грубо сказано На языке родных осин Я всегда говорю Таким образом Смотрите Как интересно Когда вы начинаете То есть Я чувствую желание Чувствовать Когда я получу диван Я буду чувствовать На нем себя Вот таким И ты начинаешь Это чувствовать Привести себя В чувство Очень легко То есть Начать чувствовать Радость Ну Все мы это делаем Имитация благодарности Дает эту возможность К примеру Вы находитесь В постоянной радости Вы уже сейчас Находитесь В этой радости И вы начинаете Давать Кредит То есть У вас есть Скажем так Свой банк Он переполнит Энергией И вы начинаете Эту энергию Отдавать Как на небе Так и на земле Из земли На небо Придет больше Всегда Я всегда говорю Бог Наверное Единственный Кто очень быстро И четко Оплачивает Свои кредиты Сколько нужно Делать Перерыв Между медитациями Или можно Разные проходить Например Благодарность Галерея Успеха Освобождение От страха Еще раз Повторюсь Я рекомендую Утром Делать Медитацию Галерея Успеха Вечером Благодарность Если вдруг Вас сжало Ну вот происходит Момент Вышел Тот спазм Который не дает Возможности Вам двинуться Вперед Галерея Успеха Это осознание Осознание Своих желаний Чтобы перейти К ясности И подлинности Они дают Возможность Сухого остатка Осознать И В этом осознании То что вы Не могли Раньше Это вас сделать Там наверняка Какая-то есть Травма И галерея Успеха Позволяет Эту травму Вытащить Если Этот процесс Не вытащил Ее до конца Для этого Есть Медитация Освобождение От страха Осознание Страха То есть Эта медитация Уже В дополнение К этой Вытащит На раз два Ну она правда Вытащит Этот страх Если он Глубоко засел Не получается Заходите еще раз В осознание Страха Это же ваш путь Вытащили ее Так же Благодарность То есть Осознание Страха Это как Скорая помощь Для того Чтобы Вот те сжатия Которые В вас Произошли Они Слава тебе Господи Что они Произошли Они начинают Выходить Из вас Это же В вас Находится Возможность Вытащить Это Намного Интереснее